Народ, привет! 31 октября. Давайте посмотрим на рынок Форекс. Будем смотреть с вами зону маржинального обеспечения, данные по опционам, данные по объемам. Будем с вами смотреть данные против толпы и техническую составляющую рынку. У нас с вами 31 октября. Микрофон Евгений Каташов, компания FxWodTrader. Так, что у нас было вчера, чем закончились торги? Сейчас все это дело посмотрим, какие идеи на сегодняшний день будем отслеживать. Также посмотрим. Начинаем, давайте по традиции, с чего мы начнем? С моих сделок мы начнем, правильно? Именно с них нужно начать. Поехали. Евро. Стоп. Законный стоп. В принципе никаких претензий к нему нет. В принципе и по паттерну здесь можно было идеально поработать. Даже было возможно с 1 к 2 закрывать позицию. Но больше здесь ничего интересного. Законный стоп. Далее. Фунт без убыток. Первая часть закрыта по тейку, вторая часть по без убытку. Все это дело тоже на протяжении недели каждый день, транслируется, каждый день показываться. У меня по Австралу не было ничего, но гад прет по тренду и тут обновляет все максимумы. Движение действительно сильное. К сожалению, оно идет без меня, потому что... Ну вот опционы. Опционы мне мешают. Опционы мешают покупать в данном случае, поэтому я вне рынка по данному инструменту и стараюсь ничего не делать. Далее. Новозеландец. Стоп. Очень ошибочный и неправильный стоп. Скажу коротко. Мы вот здесь обновили локальные минимумы. Следовательно, вот каким образом у нас выглядел теперь тренд. И эту позицию необходимо было убирать после обновления локальных минимумов. Я не находился за компьютером, позиции следовательно не следил, ничего не убирал. Если бы я мог работать, то где-то здесь вновь на вход в позицию на продажу. Ну вот максимально возможный стоп. То есть вот это все движение не объективно получен убыток, который получен вследствие того, что я не имею возможности всегда находиться за компьютером. Нужно это делать, наверное, автоматизировать. Будет в будущем, что если мы достигли первый тейк, чтобы у меня лимитки снимались. Скорее всего, это мы скоро сделаем, но вот пока как есть, так и есть. Абсолютно необъективный, необоснованный стоп. А цели, которые у нас были вот по этому тренду, да, то есть вот здесь-то цели обновления минимумов мы достигли. Все клево, все круто, все замечательно по факту. Далее смотрим. Канада. Смена тенденции. И здесь у меня уже выставлены позиции buy limit, но мы там посмотрим, какая интересная и сложная смена тенденции произошла. Чуть попозже мы на этот момент внимание обратим. Ена. Закрытие дальнего тейка. Вот он вход в позицию. Тейк 1, тейк 2. И здесь на недельке тейк 3. Закрыт, получен. Все, больше ничего не делаем. Швейцарец продолжает висять сделки. Ну, как говорится, либо план, либо пропал. Не перевожу без убыток, ничего не двигаю, ничего не делаю. Либо вот этот стоп, либо вот эти тейки. Все, продолжаем сидеть. Ну и больше, в принципе, у меня лично никаких сделок не было, поэтому смотреть на мои позиции не имеет никакого смысла. Это по вам счетам, но, насколько вы знаете, еще по нефти у меня позиции висят. И последнее усиление было как раз таки вот здесь. Но все мои позиции висят по бренду. Теперь поехали, смотрим, что у нас поменялось, что не поменялось. Как бы удивительно не было, да, но инструменты против бакса, да, это именно евро-доллар и новозел-доллар. Несмотря на вот эти движения, в принципе, нифига не поменялось. Как был здесь среднесрочный шорт, так и остается. Здесь аналогично. По фунту и астралу, как был среднесрочный лонг, так и остается. Ничего не поменялось. Далее, доллар-иена. Среднесрочный лонг остается. Доллар-канада. Смена тенденции. Обратите внимание, закреп за зоной 1,2. В этот же самый момент закреп ниже, чем зона 1,4. Поэтому среднесрочный лонг, внутридневной шорт. Если работать по среднесроку, то только после теста зоны 1,2. Далее, здесь продолжаем сидеть. Далее, здесь золото. Короче, у нас здесь вообще модель расширяющийся, треугольник. Технический слом основного тренда. По факту у нас среднесрочный шорт, внутридневной лонг. Работать точно не буду. Объясню чуть попозже. Далее, нефть маркета будет у тебя остается среднесрочный лонг. S&P среднесрочный лонг. Серебро среднесрочный лонг остается. Те, кто работали с таким стопом по паттерну, должны были законно получить стоп. Те, кто работали с таким стопом по вот этому тренду, тоже эту идею мы с вами обговаривали, те обязаны сидеть сейчас еще до сих пор в сделке. Ну и натуральный газ. Среднесрочный лонг у нас, в принципе, остается. Теперь давайте каждый инструмент рассматривать отдельно, начинаем с Евро в доллар. Значит, смотрите, какая интересная модель. Какой интересный момент здесь был я вчера принципе по группам это дело писал вот у нас пошла вся коррекция то есть когда мы находились утром где-то вот здесь да я говорю что желательно вот эти максимумы обновить у нас было два раза обновления этих максимумов по сути каждое из этих обновлений нам помогали зайти в позицию либо по мелкому паттерну и этот мелкий паттерн выглядя у нас вот таким образом импульс коррекция импульс коррекция импульс перебили значит не можем говорить что движение которое пошло вниз что типа это коррекция возможно это импульс коррекционный откат к уровню депок точка входа стоп сюда так сюда вариант номер два вот эти минимумы использовать за км это те самые минимум про которые мы говорили с вами с утра то есть немного более крупная моделька эта моделька выглядит у нас как импульс коррекция импульс коррекция . входа та же самая стоп лосс тот же самый ничего не менялось и кто зашли в эту позицию то стоп лосс 13 пунктов take profit 40 пунктов я не говорю что мы дошли мы не дошли 6 пунктов но 26 29 пунктов с учетом спреда свопа всякой фигни один к двум были идеи на закрытие и несколько человек прислали такие картинки в личку причем зачем в личку ребят пришлите все это дело в группу это принципе обсуждаемо это правильно это нормально присылайте что вы заработали на всех этих сигналов то есть кто зашел да ну либо вот этот очень быстро там на новостные значения какие-то получили либо но вот здесь частично можно было закрыть и вторую позицию без убыток так ребят сейчас у нас как бы пару дней возможные некие проблемы со сдвигами вы знаете что некоторые брокеры уже начали приходить на зимнее время не расстраивайтесь мы все эти моменты видим под всех брокеров моментально мы подстроиться не можем ваши данные считываем и будем перестраивать на зимнее время некоторых брокеров поэтому касания они точки будут появляться во время потому что точки приходят тот самый момент когда происходит касание непосредственно фичи а вот с учетом свечек у вас может быть небольшой сдвиг но по крайней мере вы будете видеть эти точки далее что у нас здесь еще но по евро короче сто лет не торговал и вот вот на те получил стоп да бывает такое тем не менее сейчас при наличии паттерна в данном месте если мы не обновим этот максимум вот у нас есть где максимальное скопление объемов вот этого среднесрочного импульса короче вот такую ситуацию можно будет пытаться расторговать она не очень приятно с точки зрения соотношения но депо желательно что перетек в общем если это будет то в коем позицию на продажу если этого не будет и мы закрепимся выше чем зона 1 2 то тогда нужно будет искать на откате новые точки входа на покупку и в принципе с точки зрения толпы то большей степени подразумевается что работа против толпы это как раз таки на покупку вот где у нас все деньги мира 90 процентов всех денег сейчас находится вот здесь и понимаю что если цена пойдет вниз то вот этой толпе дадут заработать но не очень правильно все это дело делать в общем двойственная ситуация которая чаще всего у меня возникает по евро она остается с новой силой вчера очень качественно хотел зайти не получилось но сегодня вот не знаю что конкретно сказать если нарисуется крутой паттерн с перебитием объемов то можно будет ходить если этого не будет то скорее всего будем искать точки входа в будущем на покупку хотя граница рынка с точки зрения опционов очень сильно мешает нам это делать фунт против американского доллара лично я здесь находился вне рынка но идеи среднесрока да опять же опционы в принципе не мешали граница рынка убежала нам здесь мешало что нам здесь мешало удержание недельной контрольной зоны и факт того что вот отсюда мы зашли уже в продажу по внутри дневной тенденции захватили первый тейк и второй ты их держал я непосредственно на недельную контрольную зону в рамках средней срока мы видим импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция мы не перебили не обновили ни одного минимума, то есть с технической точки зрения тренд у нас не сломан. Продолжаем работать на покупку. Уровень депок. Вчера говорили, что есть возможность поработать вот из-за этого диапазончика на покупку. В принципе, сейчас на коррекционном откате также можно пытаться работать на покупку. Целями является обновление максимумов 1.30,199 и дальняя цель 1.31,669. Толпа не препятствует. Мы видим, что у нас здесь есть прибыльные участники рынка. Вот собрать бы этих прибыльных, дойти до этого стопа. Здесь же у нас уровень депок. Короче, точка входа есть в диапазоне между вот этими уровнями депок. Сами посмотрите котировки какие. Вот это и вот это. Можно здесь ходить. Стопы зависят от жадности. Либо вы стоите за эти минимумы, либо за эти минимумы, либо там может быть здесь мелкий паттерн. Каждый должен смотреть сам. Я в эти позиции не буду залазить сейчас. Опять же, по той самым причине, что лично я следить сейчас не могу. А фунт, я не знаю что там вообще происходит в мире. С фунтом не слежу сейчас абсолютно. Поэтому лично для себя фунта оставляю. Для вас же идею сказал покупать на откате вот с такими стопами. Продавать будем только если инструмент идет и закрепится ниже, чем зона 1, 2. Далее австралийский доллар. Побрил меня, можно сказать, но побрил меня с точки зрения того, что я не заработал на этой позиции. Хотя идея начала этой недели вот тут входить в позицию на покупку, на откате, на обновление максимумов, на тест недельки. И оценки были. И оценка этой сделки изначально была 3 с минусом. Я скидывал скрины по группам. Я объяснял это в одном из обзоров. Сделка на 3 с минусом. Вот эта слабая сделка дала тейки. И те, кто зашли по этой сделке, ну что, молодцы. Поздравляю. Вы обязаны были закрыть вчера. Сегодня. Не, вчера. Первый тейк на обновление минимума. Сегодня первый тейк на тесте недельной контрольной зоны. Сейчас тенденция выглядит следующим образом. Она не сломана. Не с технической точки зрения, не с точки зрения зон маржинального обеспечения. Коррекционный откат, диапазон выгодных цен, поиск паттерна. И работаем на обновление максимумов и на тест новой недельной контрольной зоны. И это новая недельная контрольная зона 69 797. Какую оценку я поставил этой сделке? Еще до момента входа, до получения тейка. И не важно, будет тейк или будет стоп. Но изначально эта сделка точно так же. Оценка 3 с минусом. У нас здесь есть удержание недельной контрольной зоны. И у нас есть граница рынка. Даже есть премия этой самой границы рынка. Мы торгуемся выше нее. Очень опасная сделка. Хотите? Все. Вот коррекционный откат, поиск паттерна, перетекание депок, обновление максимумов, то есть недельная контрольная зона. Лично я, как говорю, вот здесь, 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 здесь не работаю. Жду смены тенденции и начинаю работать. Произойдет? Буду входить? Не произойдет. Пускай идет без меня. Не зарабатываем, но и не теряем. Далее, по острову. Толпа. Ну, чуть больше 60% у нас покупателей. Напрашивается, конечно, коррекционный откат. То есть, текущих нет смысла никуда входить. То есть, смотрите, здесь какая у нас разреженная ситуация по стопам. Здесь разреженная ситуация с точки зрения получается толпы. Здесь у нас покупателей больше, поэтому вот что-то такое напрашивается. А вот тут уже включаем мозг и начинаем думать о том, либо как зайти с минимально возможным стопом. И если этот стоп выбьет, значит, с большой долей вероятности мы были не правы. И мы будем пытаться работать потом при получении определенного сигнала на продажу. Ну, либо не работать вообще. Все. Смотрим далее. Новозеландец. Ну, как уже говорил, да, то есть, смотрите, ребята, что произошло. Все по-честному, все законно. Вот у нас был импульс. Вот у нас была коррекция. Вот у нас был импульс. И я пытался расторговать коррекцию к этому импульсу. Вот с таким далеким стопом. Вот с таким вот тейком. Для того, чтобы забрать вот этот тейк и понимая, что вот этот стоп только единственно возможный из той ситуации, которую я пытаюсь расторговать. Я пытался расторговать, повторюсь, вот это все движение. Вот он стоп. поэтому мне нужно было получить идеальное соотношение сделку выставлял куда-то вот сюда теперь что же произошло в действительности да здесь через треугольник поторговались поторговались удержали зону 1 4 раз удержали два удержали 3 удержали я уже думал что даже если мы и пойдем куда-то вверх то сегодня я сниму свою лимитку да но тем не менее произошло следующее эти зоны дали доход до цели вот он дохода цели произошел что необходимо делать было в этот самый момент в этот самый момент необходимо было снимать отсюда лимитную позицию почему да потому что даже перебить и вот этих максимумов указывала нам на следующий сигнал технический слом основного тренда импульс коррекция импульс коррекция импульс сломали все все что здесь входит в сделку это все бы не объективно необоснованно это глупо не следил не было возможности но каждый из вас да те кто постоянно находится там за компьютером те кто следят те кто понимает ход моих мысли обязаны были даже те кто повторяет мои сделки обязаны были снимать все эти сделки после того как мы обновили меня кто это сделал ну просто молодцы кто не сделал ну чё не уследили бывает ничего страшного сейчас инструмент убежал пытаться отсюда вновь работать куда-то на продажу я не буду очень далеко мы убежали хотя и уровень депо где-то здесь я лично пока останусь без дела по данному инструменту ничего рекомендовать не буду закрепимся в шезон 1 2 тогда посмотрим как все это дело у нас покупками будет рассматриваться зайдем если ниже чем зона 1 2 вот это то есть окажемся ниже чем 63 926 и здесь же закроемся например сегодня да мы закроемся может быть завтра куда-нибудь на обновление минимумов поработаем но не более того далее доллар и она получили тейки все законно все красиво все замечательно вот отсюда мы покупали причем первый раз покупали как вы помните со стопом вот здесь по паттерну работали второй раз сделка закончилась прибылью да здесь забрали первый тейк здесь 2 ты их здесь кредиты что делать сейчас и так тренд у нас импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция ничего не сломалось ничего не меняется все отлично все нормально смотрим что делаем дальше на предполагаемой коррекции как мы видим нас уровень депо уже перетекает но давайте запомним вот эти интересные котировочки это где-то плюс минус так 108 73 108 78 с технической точки зрения запоминаем 108 89 короче если мы уходим выше вот этих максимум вот так уходим на откате покупая вот те котировки которые назвал изначально это диапазон точки входа эта котировка которая нам скажет о том что пора работать с этим диапазоном точки входа то есть сначала это если происходит тогда вот это ждем если происходит стоп за локальный минимум тейки обновление максимум и тест следующий недельная контрольная зона которая находится у нас где-то в космосе и до этого космоса как говорится достаточно далеко цели отображаем 109 263 обновления максимум 110 125 тест недельной контрольной зоны серого цвета объемы посмотрите где у нас объемчики мы от них отбиваемся контракта точно так же все клево все круто все замечательно единственный недостаток это удержание недельной контрольной зоны опционы не препятствует границы рынка убежала находится сейчас на серой в течение недельки сходить сюда в следующей недельки прийти куда-то сюда будет круто по толпе что нам показывают данный инструмент давайте глянем так я на я на я на я на ухта еще и смотрите как жестко здесь ребята набрались продажу да ребят покупаем этот инструмент покупаем но опять же риски из-за удержания недельной контрольной зоны уменьшаем больше недостатков как таковых не далее бежим быстро канада смена тенденции закрылись выше чем зона 1 2 но и ниже чем зона 1 4 пока мы не протестируем вот эту зону 1 2 я не имею права работать на покупку на обновление максимум возможно что все это дело произойдет вот так внутри дневную тенденцию работать не будем потому что здесь у нас нету теста недельной контрольной зоны более того внутри дневную тенденцию мы не работаем потому что вот у нас где граница рынка с точки зрения опционного анализа и она в большей степени говорит нам о том что желательно данный инструмент работать именно на покупку короче вот здесь лично у меня уже стоит лимитка пока далекий стоп не имею возможности следить еще раз говорю вот такой стоп один к одному соотношения дальний тейк профит я поставил сразу же на нкз золотого цвета эту сделочку вот здесь показывал то есть давайте мы ее посмотрим вот она то есть buy limit стоп лосс тейк профит обновление максимум сразу же второй тейк профит на золотой то есть все что говорю я делаю все то же самое не скажу что сейчас все что-то круто идет как-то где-то непонятки определенные присутствуют по счетам соглашусь но это абсолютно нормально это бывает и у любого самого 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 крутого трейдера которую бы вы только знали слышали видели читали или это всегда есть моменты неопределенности всегда есть моменты каких-то убытков но и всегда есть моменты всплесков по прибыли который перекрываются эти убытки вот мы сейчас ждем этих самых моментов да то есть тейка по фунту тейка по и не о вернее без убытка по фунту тейков поение прибыли по швейцарцу сейчас не хватает на то чтобы к сожалению отбить убытки по новозелу. Там был у меня очень крутой лот, если честно, по новозелу. Вот я немножечко так пролетел. Ладно, в Канаду все сказал, покупая вот четвертинки, давайте назову эту котировку, 1.31.215 место, где я буду покупать. Далее, в Швейцарии, если ничего не поменялось, сижу, держу. Пробили вот эти скопления объемов, это в принципе хорошо. Ну, тейк стоит на обновлении минимумов, тейк стоит на недельной контрольной зоне голубого цвета. Более того, сейчас можно все эти тейки потихонечку пододвигать, чуть пониже та же. 98.30 на сегодняшний день. Первый тейк это обновление этих минимумов с точки зрения фьючерса, там это максимум, мы по формуле пересчитываем все это дело. И 97.614 это недельная контрольная зона. По фьючерсу, естественно, она сверху, по рынку форекса она снизу. Толпу нет смысла смотреть по швейцарству. Далее, золото, не делаем ничего. При всем желании, при всем раскладе, кто бы что не спрашивал сейчас, я сразу говорю, ребят, момент неопределенности полные. Смотрите, здесь зашли в зону, здесь ушли выше. Минимум, минимум. Короче, это расширяющаяся модель треугольника. Более того, у нас есть закреп выше зоны 1.4. Более того, отбитие у нас было от пустоты. Ничего по данному инструменту делать не нужно до, как говорится, до выяснения. Выяснение у нас наступит в следующем случае. Либо мы должны уйти ниже этих минимумов, оказаться здесь, либо мы должны уйти выше зоны 1.2 и оказаться здесь. Либо тут оказываемся, либо тут, тогда уже будем принимать какие-то решения. Здесь окажемся, на откате будем принимать решение работать на обновление максимумов. Если здесь окажемся, на откате будем принимать решение работать на обновление минимумов и на тест недельки. До этого момента, пока не произойдет закреп, мы не уйдем выше или ниже тех самых границ, которые обозначил. Мы с вами не делаем ничего. Нефть марки WTI. Я продолжаю набирать позицию на долгосрок. Готов пересиживать сколько угодно долго. Все эти моменты будут у меня обнулены, только если нефть будет стоить 0, поэтому я продолжаю работать. Это инвестиционные идеи, инвестиционные счета. Для тех, кто работает более консервативно, вот вам паттерн, который можно пытаться расторговывать. Ждем обновления максимумов, которые были у нас позавчера, в четверг, среда, во вторник. Как только мы уйдем туда, на откате можно совершить сделку на покупку. Целями будет являться у нас, естественно, обновление локальных максимумов. Это у нас 56,87. Следующая цель 57,37. Так как цели близко, можно поставить дальнюю цель 59,54. Объемы не сказать, что сильно помогают. Обратите внимание, что у нас вот здесь-то идут скопления объемчиков по всему вот этому среднесрочному росту. Поэтому риски несколько можно уменьшать. Объемы контракта также здесь у нас. Риски немножко уменьшаем и по консервативной такой суммарной нашей методике, комплексной аналитикой, которая называется, потихонечку данный инструмент покупаем. Отмена этих сценариев в случае закрытия инструмента ниже, чем зона 1,2. СНП 500 прет гад опять же без остановки, обновляет исторический максимум. Все клево, все круто, все замечательно. Пока мы не перебьем вот эти минимумы с технической точки зрения, не имеет никакого смысла говорить о сломе тенденции. Можно работать из диапазона выгодных цен, лимитной позиции. Стоп сюда, тейк на обновление максимумов. Дальний тейк ставьте сразу же на недельку золотого цвета. Все цели вот здесь все обозначено. 3078 ровно. Четвертинка у нас. Секунду. Лишнюю линию накинул. Так, 3040 и 60 это четвертинка и 3028 ноль это половинка. Вот в этом диапазоне можно пытаться найти точку входа на покупку. Перетекание депок, паттерн технический. Все это позволяет, если без паттерна, то стоп вот за этот минимум, который у нас был вчера 30 октября. Далее, серебро. Те, кто заходили по паттерну, вот здесь законный стоп без каких-либо вариантов. Все выбило. Те, кто работали вот по этой идее, продолжаем сидеть сделки. Цели остаются у нас прежними. Обновление локальных максимумов это 18338 и тест недельки 18728. Риски мы здесь уменьшали по той причине, что есть удержание недельной контрольной зоны. Все, в половину риска, кто сидит по данному инструменту. Продолжаем сидеть. Тейк, тейк. Больше ничего не делаем. И последний натуральный газ. Пока еще я его буду вам потихонечку говорить. Работаем на покупку после теста недельной контрольной зоны. Теста четвертинки, который, в принципе, то уже был. Вчерашний день не отработала, получается. Мы обновили максимум. Все, отмена идеи на продажу. Обновили максимум. Новый откат в новый диапазон логенных цен. Тест четвертинки. Стоп за это локальный минимум. Тейк на обновление максимумов. Тейк на недельной контрольной зоне. Все котировки. Каждому из вас известны, кто пользуется софтами нашими. Переходим по ссылочкам в описании. ProMaker, ProOption, ProVolume. Все есть. Все цены указаны на сайте. Ссылки в описании. В принципе, все. Ребят, давайте больше не буду задерживать. Чем короче видео, тем оно быстрее у меня отправится, быстрее загрузится. Каждому из вас поменьше стопов. Каждому из вас максимум прибыли. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока.